Сетевые безумия И заражение этим невежеством Один человек заражает другого Что-нибудь скажет У того это как-то легло в пустое место Не заполненное образовательным процессом Самообразованием Или образованием регулярным Цепляется там И начинает жить И давать свои гнилые плоды Вот смотрю тут что Например мне пишут Русские это интернационалисты А национализм противоречит христианству Почему? Ну невежественный человек объявляет Что у националиста нация превыше всего А у верующего человека Господь Бог превыше всего Но это глупость и ложь Потому что когда речь идет о политическом процессе Тогда говорят Нация превыше всего Но это не исключает Бога В политическом процессе нация превыше всего Поэтому я предпочитаю формулу Выше нации только Бог И это есть действительно Доктрина национализма Которая видит в нации Высшую ценность политики Если это не так То ты не националист Но вот человек невежественный Мне начинает рассказывать Что если он христианин Значит он не может быть националистом Это как раз наоборот Если ты христианин Ты обязан быть националистом А если ты не националист То под большим вопросом Какой ты христианин То есть ты не признаешь Вот ту картину Которая создана По велению Бога Народы Это мысли Бога Это не просто какие-то Случайные явления Люди объединились Просто так Вот выдумав для себя Какие-то Иллюзорные сущности Это мысли Бога И отрицая эти мысли Ты отрицаешь и Бога Поэтому вот все эти невежды Они в своем невежестве Доходят вот до этого Человек считает себя христианином Но по факту он таковым не является Может он в каких-то других проявлениях Может он посты соблюдает И даже молитвы знает Но вот в этом вопросе Он отрицает Бога Человек мне написал В Библии написано Вся власть от Бога Я ему пишу Нет такой строки в Библии А он мне пишет А вы что всю Библию знаете? Ну уж это-то я знаю Как христианин я Библию читаю Наизусть конечно не знаю Но знаю что этой строки там нет Вся власть от Бога Нет там такой строки Вот это уже сто раз обсуждалось И повторяться не буду Вот все цари Еще один недоумок пишет Все цари были инородцами И считали русских быдлом Ну вот видимо он и есть быдло Поэтому он и пишет вот эту ахинею Так вот тут еще такое вот поветрие Красное знамя с Куликова поля Поэтому у нас должно быть в руках Красное знамя Красное знамя от большевиков Да на Куликовом поле Были красные знамена Черные Да как вот называют Черное море Это Красное море Черный цвет это не черный Как иногда Некоторые люди считают Когда читают подобное слово Да это красный цвет Но у русских никогда не было Просто красного знамени Спас был на красном знамени Это Харугов был Но это уж точно не красное знамя С сатанинским серпом и молотом То есть нас разделяет этот вопрос очень жестко Вы сатанисты с красным флагом большевиков Пропитанным кровью наших сограждан Русских людей Вы в одну сторону туда поворачиваете У нас с вами не может быть ничего общего Мы даже по русски когда говорим Друг друга мы понять не можем По крайней мере нам нечего Мы на самом деле понимаем Что вы по русски выражаете свой сатанизм И вам в одну сторону Туда вот налево к чертям А нам совершенно в другую сторону Нас красный флаг не пугает Нас отвращает сатанизм ваш И поэтому мы с вами никаких союзов заключать не будем У вас Ленин, Сталин, красный флаг, серп, молот Интернационализм, мировая революция Туда У нас традиционные русские ценности Русская государственность Наша родина, Российская империя Русские государи для нас образцы государственной мудрости И у нас с вами нет Я бы сказал ничего общего Мы разные народы Разные Даже когда говорим по-русски И даже когда некоторые вещи В некоторых вещах Мы как-то сходимся Случайно Если не обсуждаем главное Мы во второстепенном-то сходимся Но в главном Как должна быть построена Русь Русское государство Мы расходимся категорически совершенно Ровно так же Как мы расходимся с путинской олигархией Вы ее можете ненавидеть Но вы ее слуги Вот только так Русский человек должен относиться Ко всем этим сатанистам Ну вот совершенно русофобское утверждение Русской власти на Руси никогда не было Вот пишет человек Который считает себя видимо русским Я-то не считаю человека русским Если он объявляет Что историческая Россия Не была русской стороной Русским государством Да была именно так Хозяином России был и только русский народ И его русские православные государи Это было истинно национальное русское государство И когда начинают вычитывать крови Вот особенно любят этим либерасты заниматься Ну и недоумки из малообразованных слоев Говорят, да нет, ну это же были немцы У них же жены были немцы Немки, значит, потомство было полурусским, полунемецким А на следующей стадии снова немка была супругой очередного государя Значит там уже четвертинка и так далее Вот уже Николай II Он уже там на какую-то одну 120 какую-то часть Остался русским Это бред сивой кобылы Это утверждение полнейшего невежды Или полнейшего подлеца Потому что нет разницы между русской или немецкой кровью Нет никакой Ну вот прямой пример Ну конечно царь не русский Петр III он же совершенно не русский Ну как внук Петра I совершенно не русский Вы в своем уме, я спрашиваю тех людей Которые это позволяют себе утверждать Ну как он же вот такой, такой, такой Вам пропаганда в голову все это вложила А современные исторические исследования уже отходят от этой пропаганды И говорят, что если бы не убийство Замечательный был бы государь И во всех отношениях был бы русский Ну напомню, что почему-то Емельян Пугачев выдавал себя за чудом спасшегося Петра III Он там вот, все его окружение думало, что Петр III немец что ли? Да нет Что он законный государь Что он государь, государство Российского, Российской империи А вот только вы со своей русофобией, которая навеяна вам коммунистической пропагандой Продолжайте повторять вот эту чушь там про Петра III Значит вот Петр I был последним русским царем А дальше вот одни сплошные немцы У нас даже Екатерина II, которая стопроцентная немка по краям Стала русской государыней Екатериной Великой Да, она узурпаторша Но при ней Русь оставалась Русью И оставалась русским национальным государством И она это только укрепляла в своей деятельности Вот таковы были порядки, что даже взятый из другого окружения Или из другой нации представитель аристократии Переселенный на Русь становился русским Сколько немцев верой и правдой служило русскому государству И русскому государю И было поистине русскими людьми С немецкими фамилиями Русские аристократические фамилии Русские аристократические рода Продолжали приумножать славу Отечеству А вы ерунду продолжаете говорить Вот эту самую смесь интернационализма с русофобией И русские государи были рафинированы русскими Образцом русскости Вот нам пример с них надо было бы брать А не выдумывать всякие глупости Российская империя была русским государством Русским национальным государством Нация, правда, складывалась Но сначала и из меньшинства Как, в общем-то, и во всех В истории всех государств Нация складывается меньшинством Иногда ничтожным меньшинством Которое понимает государственный смысл Данного государственного образования А потом большинством И вот у нас образовывалось это большинство Оно наращивалось И к середине 20 века у нас была бы полноценная нация, если бы не интернационалисты, если бы не предки или предтечи тех, кто сегодня продолжает эту антигосударственную, антинациональную пропаганду. Либерасты и коммунисты – это наши идеологические враги, на этом надо стоять железно. По казахским событиям, пишет мне человек, это экспорт фашизма и жандармов. Ну, тоже тут проявляются определенные стереотипы. Во-первых, человек не понимает, что такое фашизм. Фашизмом можно назвать все, что угодно. Все, что мне не нравится, все фашизм. Путин – фашизм, Казахстан – фашизм, русские националисты – фашисты. Все фашизмом можно назвать то, что не нравится. Это значит, что вы неадекватно принимаете этот термин, применяете неправильно слово, которое попало в русский язык с запада. Ну, не было никогда у русских никакого фашизма. Ну, не было. Если говорить о государственном устройстве, то можно сказать, что есть некие фашистские принципы, которые были в Муссолиниевской Италии. И вот эти принципы где-то в чем-то проявляют сходство с принципами построения других государств, в том числе Российской империи или Древнего Рима и так далее. Но нельзя этим термином ничего описывать адекватно, ничего. Это пропагандистский термин, который специально использовали советские пропагандисты для того, чтобы не называть гитлеристов национал-социалистами, потому что они сами тоже были интернационал-социалисты. Социалисты против социалистов затеяли войну, где погибли многие миллионы нормальных людей – европейцев и русских. Русскими костями усеяна вся европейская территория исторической России. И европейская часть тоже усеяна костями наших солдат и солдат наших противников. А все это вот придумали социалисты с одной и с другой стороны. Так чтобы социализма в этой пропаганде не использовать, вот придумали, объявили все это фашизмом. И даже в словари внесли, что такое фашизм. Выбросьте эти словари на помойку. Давно уже советские словари, особенно политологические, давно пора сжечь. Просто пора сжечь. Ну тогда называли политический словарь. Там из энциклопедии что-то пытаются сказать. Вот это истина в последней инстанции. Все эти истины были подчинены советской коммунистической пропаганде. Русский человек не советский и не коммунистический. Русский – это русский. Не надо навязывать нам то, что принесло нам такие огромные жертвы, якобы это часть нашей сущности. Нет, это противоречит нашей сущности. Отбросить в сторону. Нет никаких русских фашизмов, никакого русского фашизма. Вообще нет никаких фашистов. Ни в Европе, ни у нас. Нет. Был Муссолини, вот был фашистский режим. Все. Никаких других не было. И на этом надо стоять. Не надо друг в друга плеваться этим словом. И вообще в кого-либо. Надо определять по сущности, а не по пропагандистским штампам. И не говорить, ну как это, жандарм. Жандарм, вообще-то, это уважаемый человек Российской империи. Да, это та немногочисленная спецслужба, которая боролась с вот этим сатанинским революционным движением, которое принесло в нашей стране колоссальное горе. Жандармы, наоборот, мы должны сказать, что жандарм, там, обзывали Россию, жандарм Европы. Очень хорошо. Это значит, что в Европе был порядок, пока Россия была жандармом Европы. И надо пересматривать вот эти советские клишеи и стараться их не применять. Хотя они все время вылезают там где-то. Человек там привык мыслить теми штампами, которые ему вложили в голову. Вот уже даже и современная пропаганда начинает вкладывать ту же самую советскую бредятину. Давайте ее выбросим из головы. Но вот это к тому же, что у нас, оказывается, не олигархат, а фашизм. И опять из словаря капитализм без демократии диктатура капитала. Вот что такое фашизм. Человек себе что-то придумал. Настолько краткое определение, что оно просто превращается в какой-то идиотизм. И проповедует этот идиотизм на аудиторию, которая ему доступна. Я доступной мне аудитории говорю, что это полный идиотизм. Слово фашизм должно быть исключено из политического лексикона. Оно относится только к Италии времен Муссолини. Больше ни к чему не относится. Ну и естественно, что если человек это написал, то для него альтернатива фашизму, то есть капитализму, это демократический путь прогресса. Ну ясно, что уже мозги всмятку, что называется у этого человека. Путь прогресса, оказывается. И далее по пути от гуманизма к социализму, потом к коммунизму. Все, конец. О чем с таким человеком разговаривать? Он не понимает вообще ничего, ничего. Хотите быть похожим на таких недоумков? Ну продолжайте в том же духе. Фашизм, гуманизм, прогресс. И все вот это вот месиво безмозглости и бесперспективных мечтаний о чем-то. Чего не будет никогда. Вспомнил в десятилетней давности видеоролик, который хотел там как-то прокомментировать. Да, бросил. А он у меня сохранился. Недавно случайно его просмотрел и думаю, ну надо же, вот собрались люди вроде считающие себя националистами. За круглым столом обсуждают антисемитизм это хорошо или плохо. И даже до начала обсуждения прямо сразу говорят, ну антисемитизм это плохо, потому что это наносит вред национальному движению. С национализмом антисемитизм несовместим. Антисемитизм это именно то, что определяет, определено со стороны очень небольшой группы иудействующих или еврействующих. Я даже не знаю как определить эту очень узкую группу среди демократов, либералов. Это вот некая либералистическая группировка, которая определяет в антисемиты того, кто им не нравится. Они просто ищут вот такой возможности и определяют. Сейчас это уже как-то не модно стало, сейчас какие-то другие поветрия, но если кого-то объявляют антисемитом, то скорее всего источник этого обвинения или обличения это вот эта вот либералистическая тусовка. И тут националисты говорят, нет, антисемитизм это очень плохо, это очень плохо. Продолжают повторять все то же самое. Но источником бреда, шизофренического бреда в том числе являются и разные недоумки прожилых времен. Я не говорю уже, что даже если вы читаете некритичные источники античные, то вы получаете всякие глупости и просто древность объявляете истиной в последней инстанции. Это не так. Любой источник надо проверять. И также у нас есть источник, например, который объявляет, что советское правительство, первое советское правительство сплошь состояло из евреев. И Путин тоже вот это где-то ляпнул. Всем известно, что 80% состава первого Совета народных комиссаров это евреи. Это не так, это неправильно. Любой может это проверить, подняв состав первого Совета народных комиссаров, и последующих тоже, и посмотреть, сколько там было евреев. В первом Совете народных комиссаров большевистском был один еврей Троцкий. И еще один под вопросом. Остальные там их с дюжины было, все были иных кровей и в большинстве русские. Ну, кровей-то русских, но мировоззрение, разумеется, совершенно не русского. А видя источника, что там были сплошные евреи, приводится брошюрка, выпущенная там где-то в 1922 году в Великобритании. Журналист приехал, здесь что-то такое там почитал. Звали этого журналиста Виктор Марден. Вот он приехал из Великобритании, тут ни в чем не разбираюсь. Где-то побродил, что-то там записал кто-то ему. И вот такой список опубликовал, там порядка 500 фамилий. И подавляющее большинство там где-то в скобках написано, что вот такая-то настоящая фамилия. Где-то просто написано, евреи без всяких экивоков. В общем, подавляющее большинство, там свыше 90%, там объявлено евреями. И эта публикация повторяется из одной книжки в другую, некритически переписывается и так далее. Но на поверку оказывается все вранье. Несуществующие комиссариаты, несуществующие фамилии. И днем с огнем невозможно найти, что это, откуда он это взял и так далее. Абсолютно недостоверный источник. Вот из этого источника один почерпнул информацию, другой, третий. И вот дошло до Путина. И Путин самим же евреям об этом сказал как некое достижение, как некое преимущество, которое евреи получили с приходом советской власти. И повторяют это то же самое и наши недоумки. Можно все что угодно использовать, если только источник достоверный. А это не достоверный источник. Ну что же вы на уровень совершенно необразованного Путина-то падаете. Ну остановитесь, мне надо за Путиным глупости повторять. Ну и народец пишет. Мои предки осетины служили отечеству. И у меня прекрасное отношение с русскими. Это вроде как опровергает мою мысль о том, что у русских никаких союзников нет. Ну хорошие у тебя отношения. И что с того? И что с того, что из этих отношений оказывается, что осетины являются сторонниками русских? Русские русским не являются союзниками. А уж осетины и подавно. Где такой социально-политический проект, в котором русские с осетинами объединились? Нет такого. Нет такого и не было за последние 30 лет. Я такого не припомню. Да, Осетия для русских более приемлемая для проживания страна. Но оттуда русские тоже разъехались. Тоже разъехались, потому что там своя игра и своя игра в собственное национальное государство. Так пытаются повести себя, в том числе и осетины, несмотря на то, что они христиане. А насколько они христиане, это еще тоже отдельный вопрос. Кто хочет его исследовать, посмотрите, что такое для осетина христианский храм. Какие у них храмы и кто у них там на первом месте. Ну, за святого Георгия. Там всегда поднимают рюмку, фужер, бокал. И до потери пульса того, кого они принимают и осчастливливают своим гостеприимством. Как говорится, вишенка на торте. Прислали мне видеоролик, прямо вот так вот вставили в какую-то дискуссию. Ну, грязь раз грязь от Алькови. Ну, просто вот помои настолько вонючие. Просто я думаю, да как ты посмел мне на стену эту мерзость поставить. Я, естественно, этого человека забанил. Больше никогда он мне не будет собеседником. Не он эту мерзость сказал, но он ее перепостил. Я ужаснулся просто, откуда такие мерзавцы могут, которые начинают там привязываться ко всяким деталькам и интерпретировать их в свою пользу. Ну, например, артист накладывает грим. Потому что, ну, со сцены, если ты просто выходишь таким, как ты есть, то твое лицо как, блин, такой лепешка без каких-либо черт. Поэтому подкрашиваются и так далее. И мужчины это делают потому, что это закон жанра. Выступаешь со сцены, значит, у тебя должны быть прорисованы глаза, определенные действия произведены с твоей внешностью. Вот не всякая внешность является сценической. И вот привязываются к этому, там, вот это вот ерундолина и далеко идущие выводы с осквернением памяти выдающегося артиста, который для многих и сейчас остается кумиром. Я против вот такого статуса кумира. Но это действительно был выдающийся эстрадный деятель русский. Может быть, один из штук по пальцам перечесть на эстраде действительно русский человек. Вот мы за это его почитаем, а не за то, что там какие-то массы превращают его там чуть ли не в святого. Конечно, человек выступающий с эстрады святым не был. Но гадить вот так, как гадят русофобы, другие их русофобы начинают поддерживать. А я-то все время думал, подозревал и вот наконец-то мне рассказали, как все на самом деле. Вот доброе сердце по отношению к русским людям, это прежде всего, то есть не верьте всем гадостям. Прямо сразу сходу с места в карьер кто-то что-то написал, все, я поверил. Ну, не должно такого быть, не должно такого быть. И всяким глупостям перенесенным. Вот обязательно надо ведро помоев опрокинуть на дореволюционную Россию. Если человек действует так, то мне он точно не собеседник, и я других призываю к тому, чтобы никогда таких собеседников не иметь ни в друзьях, ни в приятелях, ни в сети не беседовать с ним. Просто пусть они в своей помойке сами и возятся. У нас другая игра, другая среда, где по-другому относятся к русской истории, к русской культуре. К ныне живущим по-настоящему русским людям, которые за Россию, за Русь, за Русь-матушку и кто понимает, что это означает для него лично, для окружающих людей. Кто не превратился в вырусь, кто не поставил во главу угла материальные какие-то параметры своего существования и не превратился просто в скот. Нас превращают в скот, а русский не превращается в скот, не превращается. И скотский образ мышления для него абсолютно чужд. На этом мы должны стоять. Слава Руси! Господи, спаси!